Добрый день, дорогие друзья! Сегодня такой смешанный выпуск. С одной стороны, он будет касаться психологии, с другой стороны, он будет касаться непосредственно диетологии, правильного питания. Назвал я его «Как избавиться от привычки жрать». Ну, в общем, это всех беспокоит, мне постоянно задают вопросы. Люди спрашивают, я хочу сесть на диету, я хочу заняться спортом, да, даже прихожу в зал там или начинаю тренироваться дома. Но постоянно срываюсь на сладкое. Что делать? Как избавиться от этой привычки начать правильно питаться? Дорогие друзья, все дело в том, что первый фактор – физиологический. Когда мы переходим на какое-то правильное питание, нужно время, чтобы организм сформировал, да, все эндокринные процессы под то, что мы нашу энергию начинаем поглощать по большей части из жиров, а не из быстрых углеводов. Это процесс медленный, он будет происходить в течение месяца, и вам придется бороться, ну, с такой небольшой ломочкой. Ломочка будет такая, как у наркомана. Второй же момент – чисто психологический. Приведу пример. В общем-то, если вам сказать «не думай о слонах», то вы будете думать о слонах. Если я скажу «не думай о розовом слоне», ну, скорее всего, вы будете думать о розовом слоне, да, хотя бы там в первые минуты этих попыток. Как сделать так, чтобы вы не чувствовали себя ограниченными, чтобы у вас вот эта вот мысль постоянно не мелькала «О, сейчас бы сладенького поесть, сейчас что-нибудь понаестся», о том, что я голодна. Это будет, конечно, работать при условии, что вы кушаете правильно, что у вас есть энергия, что энергию вы исполняете за счет жиров. В чем суть? Смотрите, однажды провели эксперименты американцы. Они посадили детишек своих, сейчас, кстати, это очень популярно в интернете и в России люди начинают проводить данные эксперименты. Цель эксперимента – выяснить, насколько сильная воля вашего ребенка, да, сила воли так называемая. В общем, мама говорит ребенку «я сейчас отойду, ты не ешь эти конфеты, вот, ты, если сейчас не будешь есть эти конфеты, я когда вернусь, то, соответственно, дам тебе еще больше конфет, дам тебе, там, разрешу съесть не одну конфету, а две, там, три. Но ты сейчас, пока я уйду, не должен есть эти конфеты. Ребенок, условие эксперимента, что ребенок остается перед этими конфетами, он прям смотрит в чашку, их так много, там, они все разные, такие вкусные. Вот, часть детей ест эти конфеты, часть детей не ест эти конфеты. В чем разница? Оказывается, когда за детьми наблюдали, ну, видеосъемка велась, то выяснили, что дети, которые не ели конфеты, они переключали свое внимание на что-то другое. То есть, кто-то там начинал болтать ногой, да, кто-то начинал там в пальцах ковыряться, кто-то начинал там какую-то считалочку проговаривать, еще что-то, как-то играться. То есть, дети переключали свое внимание на что-то другое, и практически все дети, которые не ели эти конфеты, которые, соответственно, получили потом больше конфет, да, соответственно, они все переключали свое внимание на что-то другое. И то же самое вы. Вы должны переключить ваше внимание на какой-то другой объект, заняться чем-то другим, каким-то любимым хобби, каким-то любимым делом, не обязательно фитнес, не нужно все сформировать вокруг вот этого вот физического воздействия, да, постоянного, изнурительного на себя и какой-то голодовки. Рано или поздно вы так собьетесь, а суть правильного питания, что вы должны сидеть на нем постоянно. И таким образом вы должны переключить ваше внимание, может быть, вот вы никогда не играли в видеоигры, может быть, вам следует поиграть в видеоигры, что-то попробуйте на джойстике, купите какую-то простую дешевую приставку, может быть, установите ее там себе на компьютер, может быть, начните вышивать. Вспомните, чем раньше вы интересовались, что еще интересного было в вашей жизни, что помогает вам расслабляться и переключаться. Ну, для кого-то это будут медитации, для кого-то это будет чтение, да, каких-то или просмотров фильмов, книг интересных, передач моих роликов на ютубе, господа. В общем, для того, чтобы вам перестать жрать, вам нужно начать переключать ваше внимание на что-то другое. Таким образом вы сможете качественнее подойти к вашему питанию, не срываться на вашем правильном питании. И заметьте, я не говорю диета, это именно ваше правильное питание, это тот образ жизни, который вы должны соблюдать ежедневно, постоянно, без всяких срывов. Тогда вы ежедневно и постоянно и в течение всего года будете находиться в лучшей для вас форме. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness, Кравцев Сергей. Спасибо, что смотрели меня, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я жду вас на своих консультациях.